Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Идут переговоры по обмену заложников. Переговоры весьма и весьма скрытые, весьма и весьма таинственные, но тем не менее они идут и надежду Израиль не теряет на возвращение своих заложников. Сегодня с нами впервые в нашем эфире Сергей Мигдаль, эксперт по вопросам безопасности, офицер Международного управления полицией Израиля в отставке, автор телеграм-канала PeaceMaker. Сергей, добрый вечер. Рад вас видеть впервые. Первый, надеюсь, не последний раз на нашем канале. Здравствуйте. Очень рад быть у вас в гостях. Мне тоже очень приятно. Итак, Сергей, тяжелые бои в Газе. Давайте поговорим по более конкретным вещам. Говорят, что идет зачистка. Зачистка. Но вот как может быть зачистка в таком военном смысле этого слова, если там все пронизано туннелем? И вот вы зачистили какой-то квартал, ушли, и через там сутки там появились снова террористы, которые по этим подземным норам, которых там немерено вновь появились. И все нужно начинать сначала. Ну, то, что вы описали, это практически Севипов Терут, я помню, героя греческой мифологии. Но все-таки хочу отметить, с практической точки зрения, конечно, входов и выходов из туннелей все-таки меньше, чем звезд на небе. Речь идет о многих тысячах. Но по сравнению с количеством звезд на небе, это конечное число, которое можно найти. Бывают дни, когда находят многие десятки туннелей за сутки. То это значит, что уже найдены многие сотни таких, насколько я знаю, уже больше тысячи за вот эти два месяца с мелочью боев. Туннели, естественно, те, которые раскрываются, они частично уже и в большей своей части использоваться не могут. Да, потому что они блокируются, они взрываются, другими способами изолируются. То есть количество туннельных километров, которые находятся в распоряжении Хамаса и Исламского джихада, оно постоянно падает. Каждый день, каждый час. И отнюдь не всегда они же не защищают каждый метр этого туннеля. Они совершенно не дураки, они под напором превосходящей силы отходят. Они действуют партизанскими методами. Безусловно, методами дирильи. Это, с их точки зрения, правильный самый способ. Устраивают максимально засады, стреляют их за угла с помощью силкового оружия, минных ловушек, противотанковых ракет, гранатометов. И поэтому и у нас есть, естественно, потери. Дело в том, что, еще раз, это очень сложная зачистка, но другого выхода нет. И, учитывая, что это, все-таки, конечная территория, вот эти 365 квадратных километров, и с одной стороны, а с другой стороны, на израильскую армию, на ЦАУ, наше силу безопасности, вообще нет давления с точки зрения времени работы. Да, мы вот эти этапы, которые разработаны генеральным штабом, утверждены правительством, проводим по плану. Перейдем уже в ближайшие недели, очевидно, от фазы вот этих фронтальных боев, фазы уже окончательного выкуривания террористов, налаживания контроля за территорией, который будет в том числе включать в себя ввод немалых сил пограничников, то, что называется «Ишмарогволь», еще больше людей службы безопасности, «Шабак». И все это будет продолжаться много месяцев. Да, напоминает уже, как бы, второй этап операции «Защитная стена» 2002-2004. То есть это же, как бы, полицейская операция, да? Безусловно. В первую очередь, полицейская информация, операция с участием сил специальных операций, где надо, но уже таких больших войсковых операций не нужно будет, но в первую очередь нужно, конечно, практически разгромить и уничтожить основные опорные пункты Хамаса, мы знаем, где они находятся, и уничтожить или взять в плен большинство самых, как бы, сильных боевиков из самых главных, вот самых боевых подразделений. В первую очередь, ну, есть еще очень боевые батальоны, потому что не все боевики Хамаса, они одинаково, как бы, подготовлены, одинаково сильны, и многие из них действительно уже разбежались, либо сдались в плен, либо слились с гражданским населением. Но самое главное – это уничтожить их самые боевые подразделения, чтобы они прекратили существовать как подразделения. Это не значит, что там из каждого подразделения несколько человек бегут и будут пытаться там нападать из-за угла, это уже будет другой этап, другая руссия. С этим уже ничего не поделается. Сергей, вы по своей военной специальности, одной из ваших военных специальностей, вы сапер. Вы не могли бы несколько слов пояснить, каким образом происходит вот разминирование и, так сказать, обнаружение этих туннелей? То есть, есть определенные технические новинки, которые Израиль использует. Кстати, вот куда делась вот эта идея о том, чтобы заливать соленую воду в эти, морскую воду в эти туннели? Сначала об этом поговорили, поговорили, даже показывали съемки с самолетов, аэрофотосъемку, что есть там подтянуты трубы какие-то, но больше об этом что-то ничего не говорили. То есть, как идет уничтожение туннелей? Уничтожение туннелей – сложная работа, есть несколько подходов. Не забывайте, что помимо туннелей инженерные войска, которые называют боевые инженерные войска, саперы, они идут всегда впереди практически. Может быть, впервые их идут только операторы сил специальных операций, спецназовцы. Инженерные войска идут впереди пехоты, впереди танков. Это еще не только, еще не доходя до туннелей, это угасные минные ловушки на дорогах, на просторах сектора газа. Это заминированные дома, школы, клиники, все, что угодно. Все это тоже нужно осмотреть, разминировать. То есть, и там уже это начинается, используются различные технологические решения, используются старые проверенные способства, то, как это делать во Вторую мировую войну, безусловно, с помощью тех же миноискателей, специальных тралов танковых. Но сейчас, конечно, много технологий. Это же применяется и для туннелей. Во-первых, самое важное, конечно, это знать, где находятся входы в эти панели. Сейчас мы знаем гораздо больше, за счет того, что мы получили немало информации от левых появиков ХАМАС. И я, опять же, не буду вдаваться в подробности излишне, как это работает, эти допросы. Но, как бы, когда речь идет, ведь тут же не идет, то речь о получении доказательств для суда. И система, она такая, система, то, что называется, прюткнутая и пряникой. Скажем, такой арестон должен дать точку, в которой есть вход в туннель. А если это боевик Нуховы, он, естественно, его, он многие годы по этим туннелям ходил, знает, где входы и выходы. Он дает такой. Дальше это проверяется, это еще легко проверить. То есть, скажем, он продолжает находиться в той же следственной комнате с следователем Шабака, которые могут зачастую через 20-30 минут уже получить от наших саперов на месте или от спецназов. То есть, действительно, обнаружен там вход в туннель, да? За это он получает поощрение, например, вкусный обед. А если он врет, соответственно, наоборот, понимаете? Это вот эта система, которую мы использовали еще всегда, то, что называется, вот тикающая бомба, да? Речь же не идет о каких-то доказательствах для суда, которые можно потом как-то утверждать, что они получены неправильными методами. Это вот если человек говорит, что в каком-то месте, в таком-то доме, в такой-то квартире лежит пояс смертника готовый, да? У этого бинарный есть выход, да? Когда приходят туда наш спецназ проверить, он либо есть, либо нет. Ну да. Так и тут. Вот это дает очень много. Когда мы обнаруживаем издалека, вот тут, в принципе, правильно, но важно работать правильно и не спеша. В принципе, это означает, что, например, чтобы подойти поближе к этому входу в туннель, нужно сделать огоньевое поражение вокруг, да? Чтобы, если там, возможно, засада, чтобы этими ударами с воздуха или ударами, там, ракетной артиллерии высокоточными встряхнуть возможных боевиков, которые там находятся, чтобы они попытались переместиться, да? Перейти из одного места в другое, постоянно из наблюдения, да? Из земли, из воздуха. И тогда можно открыть уже более точный огонь. То есть, понятие, что есть ли там засада боевиков, и обеспечить, что она будет ликвидирована. Потом, и в любом случае, желательно подвезти туда собаку. А, то есть, техника, технология, все это здорово, но старый добрый там ко мне Мухтар остается, да? Мухтар, да, конечно, он молодец, но не только есть и роботы. Проблема в том, что, еще раз, мы говорим, как вы правильно сказали, об огромной разветвленной системе туннелей и бункеров и большом очень количестве входов и выходов. Они разные тоже, вы видели. Есть так называемые атакующие туннели, оборонительные, есть логистические входы, куда только спускают, например, сверху могут подойти боевики, например, спустить какие-то амуницию, дополнительную еду там и тем, кто находится внизу. Есть вообще технические входы, выходы. Я видел такое, откуда, например, поднимаются перископы, настоящие, как на подводных лодках. Где-то даже видели такое видео, да, которое можно снизу, с глубины 20 метров, да, поворачивать и наблюдать за нашими силами. Да, это всего лишь часть того, что ХАМАС подготовил. У них еще порно была целая система, состоящая из тысячи сенсоров и видеокамер на всех домах, особенно на высотках. Пришлось все это, как вы знаете, поражать и разрушать. Вот этим занимались первые три недели. А всего этого по проводам, по кабелям, это все слов подземные бункеры, командные бункеры ХАМАСа, которые они, помню, показывали в каких-то видео. И они сидели и точно как в наших собах смотрели на большие экраны и могли все видеть, вот эти камеры, расположенные иногда на десятках, двенадцатых этажах. Еще раз, они готовились к этому в 15 лет, да, конечно, и вложили в это миллиарды, мы это уже знаем. Все мы видели вот этот вот туннель, да, но проблема всегда ведь в том, что поскольку такой масштаб этой инфраструктуры туннельной, террористической, то, например, не хватает на каждый зачастую тех же самых роботов, да, специальных саперных команд, которые все делают террорист не спеша. И я видел случай, когда вот гибли наши солдаты за то, что они немножко проявляли нетерпение, хотели быстрее проверить, да, на это еще накладывается, помимо их как бы энтузиазма и жажды рваться в бой, еще и тот факт, что, естественно, речь идет о поиске наших похищенных. Да, это трагично. И то, что есть даже какое-то маленькое подозрение, что, может быть, в бункере под этим входом туннель есть похищенный или даже какие-то, как это называется, индикации по-русски о том, что они там были, по которым можно начать уже разматывать этот клубок, пытаться это найти, есть, в принципе, приказ. Тогда, например, нельзя в это место сбрасывать просто так двухтонную бомбу запросить, да, хотя она и есть. А приходится буквально подходить и все пальцами, руками, глазами проверять и прощупывать. И это, естественно, самый опасный момент. И вот в такие моменты немало из тех жертв, которые у нас были, именно в такие моменты происходили. Да, но, к сожалению, есть. Да, извините, да, я хотел добавить просто про воду. Нельзя много говорить. У нас есть военная цензура. Военная цензура вообще запрещила говорить на эту тему. Хотя я не профессиональный журналист, но у меня есть друзья, которые профессиональные журналисты. Кану Хатесры, там, в 9-м канале, в Айна. Им нельзя говорить на эту тему. И, значит, что делают наши журналисты, цитируют Wall Street Journal. Ну да, то есть иностранные источники. Это тему два раза. Но, судя по иностранным источникам, это не только готово, это уже работает вовсю. Но где? В основном в северной и центральной части заливают. Это же с моря, да? И это заняло много времени. Поскольку, чтобы это было эффективно, о чем речь идет, и тут все могу не надо порассуждать, сколько эта цензура не запрещает. Речь идет о том, чтобы качать большие объемы воды в очень многих точках. Для этого надо было еще найти очень много подходящих входов в туннели. по которым еще не отработала наша авиация. Инженерные войска, я знаю, мы не взорвали. И знать, какие туннели соединяются с магистральными туннелями. И начать закачивать туда воду во многих точках сразу в больших объемах. Чтобы это произвело впечатление на тех, кто сидит внутри, на боевиков, и заставило их убежать, вылезти наружу. И тут, как бы, вот я слышал всякие там научно-инженерные рассуждения, что займет очень много времени заполнить эти туннели. В реальной жизни это не так важно. Средний хамасовский боевик, он не инженер, строитель, не гидролог. Он, когда увидит, вдруг начинает подниматься вода ему по колено, инстинкт любого человека, это убегать и пытаться вылезти наружу. Спросить любого подводника или шахтера. Да, поэтому и говорили, что даже не обязательно это должно все заполняться моментально и сразу. То есть это именно такой предупреждающий фактор, который заставит их вылезти наружу, а там их уже... Совершенно верно. А это очень важно. Нам задача вытеснить. Это один из способов, кстати, попадания, например, так называемым противобункционными бомбами, пенетраторами, по некоторым удачным, и по туннелям тоже заставляет их выходить. Когда часто туннели рушатся, зачастую у боевиков не остается, если они еще остались живы, другого выхода, как пытаться идти в другую сторону, как можно быстрее выйти наружу. Ну и допускать ошибки при этом, которые... Сергей, не могу не задавать вам вопрос, потому что мы про туннели говорили. Вот этот, который показали буквально накануне нашего с вами разговора, показали видео пресс-службы ЦАЛа про туннель, который обнаружили буквально... Он заканчивался, то есть выход из туннеля находился в 300-400 метрах от контрольно-пропускного пункта Керен-Шалом. Это основная артерия, которая связывала газу, так сказать, с Израилем, через которую прошло продовольствие топлива и все остальное. Значит, туннель был протяженностью 5 километров и на глубине более 50 метров он находился. Туннель был таких размеров, что по нему, это нашим зрителям рассказывает, что по нему свободно проезжает автомобиль. То есть это готовился прорыв. Вот как черт из табакерки могли в 300 метрах от КПП вдруг появиться сотни боевиков на машинах, на мотоциклах и так далее. Вопрос простой до безобразия. Строительство такого уровня, строительство такого масштаба в непосредственной близости от наших пограничных сограждений, которые потрачены по разным оценкам, там около миллиарда шекелей, даже более миллиарда, там сенсоры и все остальное прочее. Как могли этого не видеть? Как могли этого не слышать? Как могли это допустить? Я уж не говорю, что тысячи тонн цемента туда вбуханы. Ну, хороший вопрос. Многие из этих вопросов будут задаваться, наверное, на той знаменитой комиссии. Обратите внимание, тем не менее, вы сами вспомнили важный факт, что этот большой туннель заканчивался в 300 метрах от нашего забора безопасности. Это важная цифра. Почему? Потому что именно 300 метров – это та зона, в которой работают вот именно те датчики, которые в последние годы были установлены, которым сильно занялись разработкой и установлением инженерными решениями. После 2014 года, когда была война именно посвящена борьбе с атакующими туннелями, было как минимум полтора десятка, почти двадцать туннелей, которые уже были на израильской стороне и прошли. Вот эта вот новая система безопасности, сенсоры позволили замечать, когда туннель, строящийся, подходил к нашей границе и предпринимать действия. Взорвать его, начать свои раскопки на нашей стороне, встретить его по тупому экскаваторами, бурильными установками, закупорить и такое было. Также, кстати, мы обнаружили не так давно, это было когда 3-4 года назад, 5, туннели-физболы подобные, которые шли тоже с помощью таких же технологий. Обратите, это поняли в Хамасе, и сейчас небольшое тактическое отступление. Когда они поняли, что Израиль стал так удачно находить именно эти туннели, которые подходят к нашей границе и пытаются ее пересечь, неважно, Ливанская или граница с Газой, они поменяли тактику. То есть туннель стал, в первую очередь, оборонительным средством, также средством для подвода большого количества боевиков для этого наступления. Но само наступление, как мы видели, проводилось по земле с помощью воздуха и по морю. И вот, например, такие же туннели они использовали для чего? Там были разные схемы, но в том числе для подвода больших групп боевиков прямо вот к линии этой 300 метров, где начинались линии домов жителей Газой, где были многочисленные выходы из этих туннелей. То есть они с каких-то точек своих лагерей шли по большому туннелю, тогда вот ночью с 6 на 7 октября, совершенно невидимые для наших средств наблюдения, для разведки. А под конец им осталось только пересечь вот эти 300 метров бегом или на джипах или на мотоциклах и на тендерах, да? Что занимает полминуты на самом деле, чтобы одновременно в тот момент, когда они пошли, после того, как были ослеплены все наши средства наблюдения, когда коптеры ударили и противотанковые ракеты по нашим этим системам автоматического ведения огня дистанционного, это был план. То есть еще раз, система, которую построил Израиль, не была рассчитана на то, чтобы находить вот эти туннели. Они могли бы построить там, например, туннель размером с шириной с туннель, не знаю, Парижского метро, например, да? Который шел бы под газой с севера на их. Вся наша вот эта система безопасности у забора не была рассчитана на борьбу с этими туннелями в любом случае. Да, то, что в Израиле прекрасно знали до 7 октября, мы знали, да, что в Газе уже есть сотни километров. Да, об этом говорили с такими усмешками. Помните эту шуточку все время про Тель-Авивский трамвай? Говорили, что его так долго копают, значит, наняли бы газовцев, они бы выкопали бы это. Они тоже копали, да. Я, как бы, поскольку я большой любитель транспортных, всех новостей и темы, я, конечно, против. У нас тоже быстро выкопали все эти китайцы, между прочим, с помощью замечательных этих машин с женскими номерами, да, бурильные машины, вот эти проходные щиты. Так что сделали, на самом деле, само копание туннелей. Сейчас, как вы знаете, уже заканчивают проходку туннеля второй зеленой линии. Под улицей Венгвероль с Южного Тель-Авива до реки Ирко. Он же практически готов, да, сейчас занимается строительством станции. Так что скоро будем радостные новости, я надеюсь, через пару лет о вводе второй нашей линии метротрамвая. Кстати, хамасники, обратите внимание, пользовались вот для строительства этого большого магистрального туннеля практически такими современными технологиями, техникой. В том числе у них был такой, может, не такой огромный и совершенный, поскольку туннель поменьше размеров, тем не проходной щит. То есть этот проходной щит – это механизм, который, так сказать, проходит, делает вот эти вот… Проходит, да, и подает уже такая полуавтоматическая система подачи породных. Он к ним попал. Которая вывозилась, ну, может быть, не таким электропоездом, как у нас, вывозилась мужиками там на тачках, которые нанимали там за два доллара в день, не знаю за сколько. Но, тем не менее, все это работали, еще раз, тот, кто этого не видел, очевидно, я так понимаю, не хотел увидеть. Вот что он-то и делал. Все то, что произошло, это было, к сожалению, и это, наверное, тема для отдельной передачи, да? Да уж. Как вы дошли до жизни такой, и все, тем не менее, все это было видно, просто скажу в двух словах, что никто не в армии нашей, не в правительстве, да, не хотел принимать неприятных, тяжелых, сложных решений. Непопулярных решений, да. Да, которые были бы неизбежными, если решили, что вот по поводу всей информации, которая поступает, да, даже, я не знаю, от строительства туннелей и до видеоклипов, которые выпускал сам Хамас последние два года, я их всех тогда видел. Там мы видели их тренировки на парапланах, которые частью проводили, кстати, за границей, такие как Иран, Ливия, Жид. Там мы видели, естественно, и морских их командов, прекрасно знали, что они существуют, знали, что у них есть противотанковые ракеты «Корнет». Прекрасно мы видели, что они тренируются на модели израильского поселения, тренируются подбивать израильские танки. И какой бы должен был быть вывод человека, который это делает, что явно, раз они готовятся, они рано или поздно полезут. И, вероятно, если они полезут, то, значит, у этого есть серия простых выводов, что каждый кибуц на границе должен превратиться в армейский опорный путь с дотами, дзотами, рота солдат, как минимум, это 100 человек с офицерами. В каждом кибуце и машаве, их там 22, да, на пляже Зиким больше нет, к сожалению, никаких рыбаков, а там, извините, как атлантическая стена, доты, укрепления, минные ловушки прямо на берегу, солдаты, реально военный лагерь. Извините меня, тираним, бойцы курса молодого бойца, которые еще, когда я служил в Зиким, там были 20 лет назад, я был резервистом, да, что они там делали. Помните, 7 офицеров наших замечательных и сержантов погибли, защищая их, и они их спасли. Почему они не могли быть 100 километров оттуда, где-то в Неге, в безопасном месте, проходить свой черт. Девочки-наблюдательницы, да, 50 метров, сколько из них погибли, они могли бы таком же успехом, да, штаб, которые могли бы таком же успехом быть под Бершевой. Все же это управляется по проводам, как вы знаете, электроны продвигаются в скорости света, всеми этими камерами. Да, но это значит было, что значит передвинуть девочек? Это надо строить новую базу под Бершевой, это деньги. Что значит поставить по роте в каждый ешух? Это каждый ешух, каждый кибуц, как Берри, нужно превращать в опорный пункт с различными защитными сооружениями, специальными помещениями, чтобы там жили солдаты, чтобы сказали тогда жители там. Те бы начали бы оттуда бежать, запретить фестивали бы надо было, да, на дорогах нужно было бы везде, там, каждый 100 метров КПП с бронетранспортерами и броневиками. Вы видели, вот сейчас там вернулись довольно быстро многие фермеры, героические, я знаю, мои вот знакомые ездили туда, помогали им убирать ухожай. И они теперь работают на своих тракторах, а их сопровождает бронетранспортер рядом. Оказывается, это надо было делать тогда, я знаю, что некоторые фермеры погибли или были похищены, потому что они были в поле с таиландскими рабочими. Где был сопровождающий их бронетранспортер? А правильно, нигде, потому что никто не хотел такой картинки. Мы все занимались нашей мирной жизнью, можно даже как бы поставить это самим себе. Фантазировали, фантазировали и мечтали о мирном процессе. Совершенно верно. Мирном процессе, мирной жизни, строительстве, музыкальных фестивалях, компания Хайтек. Это нас как бы можно понять, да? А вот у врагов наших были совсем другие планы, но очевидно, многие люди на это закрывали глаза, к сожалению. И мы как-то за это заплатили такую церковь. Сергей, не могу не задать вопрос, самый страшный вопрос во всей этой истории, это вопрос заложников. Мы уже видели, к сожалению, троих заложников, которые по ошибке застрелили израильские солдаты. Но, кстати, хочу сказать, что погибшие, были другие погибшие заложники, но все остальные погибли, они были просто убиты хамасовцами. То есть не было больше погибших в результате там израильских обстрелов там или еще чего-нибудь. Это как бы говорит о том, что армия ведет себя аккуратно и делает все правильно. Правильно, но тем не менее, сейчас идет разговор о том, что идут переговоры. Наш шеф Моссада вылетел на переговоры и ведет их. И говорят, что, ну, отрывочные сведения, это понятно, никто не сообщает правду, что Хамас выдвигает дополнительные условия не просто прекращения огня, но и определенный отвод израильских сил с существующих позиций. А как вы считаете, может ли на это пойти армия? Армия, Александр, может пойти на все, что угодно, что и прикажет правительство. Да, вопрос на том, на что согласится наше правительство. Как я понимаю, правительство достаточно жесткая позиция. Я в свое время был, кстати, очень относился скептически. Даже вот я не верил, что будет первое этого достигнется соглашение при посредничестве Катара, когда в результате которого было более ста похищенных освобожденных израильтян и иностранцев. Потому что было, в общем-то, понятно, как тогда, так и сейчас, что цели Хамаса нету компромисса между тем, что хочет Хамас, и тем, что хочет Израиль. Да, вот раньше он был до 7 октября, да, плохонький, но был. Сейчас его нет, да, поскольку Израиль заявил совершенно однозначно, и никакого отступления от позиции нет, что мы уничтожим Хамас, его власть в Газе, его лидеров и боевиков, а кого не уничтожим, будем судить или доставать по всему миру. А Хамас хочет остаться у власти в Газе, то есть полной победы над Израилем. Вот между этими двоя позициями ничего нет. И тогда, как бы, возникает вопрос, зачем, говорит, выслал Хамасу получить несколько десятков или даже сотен террористов, если там все равно его власть уничтожит и лидеров его уничтожат. Нет, он не хотел этого. Как я понимаю, в тот раз, как, на мое удивление, удалось достичь соглашения, поскольку, во-первых, Хамас тогда еще по-прежнему, может быть, немного сомневался в решимости израильского народа и правительства довести эту операцию до конца, то их все равно поддадутся слишком много потерь, слишком сильное международное давление и так далее и тому подобное, и остановится посредине, как уже бывало, вернется, и они, хоть и потрепанные, сильные, побитые, но объявят победу и продолжат командовать в Газе. То есть они не верили, что после прекращения огня хватит, так сказать, сил и решимости восстановить? Да, Александр, мы слышали много таких заявлений у нас, да? Я слышал от людей, весьма серьезных, умных, которые говорили, ноль шансов, чтобы так остановившись, да, через неделю или через две, игральская армия сможет остановиться. Схватят за руки там и прочее. Да, да, оказывается, все это не так, и могу объяснить, почему, это отдельный вопрос, но теперь это уже, как бы, немножко другая ситуация. Это одна из причин, почему сделка закончилась, да, помните, нарушил ее Хамас, кстати, можно было еще продолжать ее, как минимум, в считанные дни. Были еще какие-то похищенные, которые... Ну да, они все время выдвигали дополнительные условия. Да, и были у нас, соответственно, палестинские заключенные, женщины и подростки, подходящие по критериям. Они это рванули, потому что они поняли, что это, в общем, не решает их главной проблемы. А именно, неотдалимого желания и окончательного решения Израиля и израильской армии уничтожить. Да, а с другой стороны, я видел, что очень много было критики изнутри, да, именно от палестинского общества, в том числе и на Западном берегу. По поводу того, что они очень дешево отдают самый ценный фонд, да, который, казалось бы, да, кого ведь больше всего жалко, если отвлечься от их бесклюверной, бесчеловечной тактики, да, кого больше всего жалко нам. Женщин, детей, пожилых людей, да. И немножко страшновато говорить о такой арифметике, тем не менее, это факт, да. Недаром спасают всегда, когда тонет судно или самолет, спасают женщин и детей первыми, да. И помогают в этом все здоровые мужчины и женщины в первую очередь. Окей. И вот самое такое ценное отдавали, как они считали, за бесценок. Особенно их добило, что когда вот уже начались эти дополнительные дни, то предоставили список со стороны Израиля и поменяли вот 50 женщин, из которых 46 были арестованы в основном за попытки ножевых терактов или подстрекательства в Фейсбуке, в сети после 7 октября. То есть вообще как бы люди, которые не являлись реально еще приговоренными ни к чему заключенными, тем более за серьезные преступления. То есть типа было такое обвинение, что вас вот сианисты обманули. Набрали 50 человек на улице, да, женщин незаконно, да, в полицию, надели на них наручники и таким образом вас объегорили. Да, и вот так это разозлило. Хамас, вы помните, как он нарушил перемирие, да, ракетными обстрелами с утра и нападением. Вот, теперь мы про нынешние переговоры не знаем почти ничего, но вот кроме того, что факт, что сегодня в Варшаве почему-то встречаются директор МОСАД, директор ЦРУ и премьер-министр Катара, ну, который, я думаю, совмещает это с каким-то рабочей поездкой, визитами в несколько стран Европы. Очевидно, это вызвано, это удобно для всех. Хотя вы знаете, что для директора МОСАД не было никаких проблем летать из Катары для других наших высших лиц, которые эти темы занимаются. И пытаются, безусловно, договориться. Ясно, что... Ну, а вот все равно, вот, извините, я вас перебил, но все равно вот Ихи Сенуар, который глава, собственно, Хамаса в Газе, ну, этих я вообще за скобками оставляю так называемое политическое крыло, которое там по пятизвездочным отелям жирует. Да, но этот-то понимает, что у него единственный шанс это как бы предложить сделку, так сказать, обменять заложников на головы, на его головы, головы его там, головы его ближайших приспешников. Так называемый берутский вариант, чтобы их отпустили и обязались потом не уничтожать. А, быть может, об этом идет разговор сейчас на этих переговорах? Все может быть, я в этом сомневаюсь. Я не думаю, что Сенуар еще вот дошел до этого. Он считает, что у него еще, наверное, есть время. И вот они требуют их как бы цель. Вы слышали, наверное, официальные заявления военного крыла Хамаса. То их условия... Не отпустят они больше ни одного заложника, ни одного похищенного, пока Израиль не обязуется на прекращение огня, на бессрочное, так называемое, без определенного ограничения по времени. На что, естественно, Израиль не пойдет. Понимаете? Израиль не может пойти, не только как страна, не только потому, что хочет народ, но и из-за того, что на это не готов пойти и не собирается идти премьер-министр Бениамин Атаньялов. Другое дело, что и другого, и члены коалиции находятся... Кстати, с ним совершенно согласны. Не только Смотри и Чебенгвир, которые поставили эту тему, кстати, как ультимативную тему его поддержки и сочетания правительства, но и Бени Ганс, и Гидеон Цаар особенно, да? Мы слышали заявление Гидеона Цаара. То есть вот в этой точке есть полное совпадение мнения и интересов тех. Особенно, конечно, Бениамин Атаньялов. От этого зависит его политическое выживание. Для него это даже не вариант. Вот нет у него варианта пойти на бессрочное прекращение огня или прекратить план по уничтожению Хамаса. У него есть только два варианта сейчас жизни. Первый вариант – это продолжать войну до уничтожения власти Хамаса в Газии. Второй вариант – подать в отставку сразу. Понимаете? Если бы на его месте был бы другой человек, не знаю, как Дэвид Камерон, например, проиграл референдум по Брекситу, то, как известно, тут же подал отставку и пошел, держа свою милую супругу за руку и забыли ему укручить телефон, микрофон на лацкане. Слышно было, как он напевал веселую песенку. И они спокойно сели в Бентли и уехали в гигантскую усадьбу ее предков. Вот где он очень сильно скучал, купил себе дорогой мобильный сарайчик за 40 тысяч фунтов и начал писать мемуары. Так вот, это не тот. Это английская аристократия. Человек, к которому падает кресло премьер-министра, а перед этим кресло членов совета министра, перед этим членов парламента, практически по наследству. Он даже ничего особенного для этого не должен делать. Но надо, конечно, сходить в Итон, в Окспорт. Там тоже особенно вмучиться не надо. Понимаете? Вениамин Натани, он не такой. Для него это не вариант. Пока очень все зависит от давления. Я так понимаю, что одной из причин частичного успеха первой, той сделки, которая была во время этой гуманитарной паузы неделью, была в том числе из-за тяжелейшего давления так называемого членов, про которых вы немножко так снисходительно там их обозвали, как они там жируют в Дубае и в Дохе. Тем не менее, было очень сильное давление руководства политического крыла Хамаса на Синвара. Они все-таки связаны. Это не две разные совсем вещи. И это было вызвано тем, что они попали в неприятную ситуацию. На них было много критики. И даже в арабском мире из-за тех ужасных вещей, которые искусили... Ну и кроме критики, над ними висит, так сказать, дамоклов меч. Сергей, спасибо большое. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Я напоминаю, что с нами был эксперт по вопросам безопасности Сергей Мигдаль, офицер Международного управления полиции Израиля в отставке. В отставке военный сапер в прошлом, автор телеграм-канала Peacemaker. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok